У меня было торчатый солнце. Ты как одуванчик. Зато когда ты распустишь, у тебя будут такие локоны. Девчонки, всем привет. Это третий день влога. Сегодня я не выспалась, потому что очень поздно легла. Ника... Кстати, вот парадокс. Мы легли эти такого, я еле просто, вот я не могу. А это, не знаю, заряд энергии. Она делала куклу-мотанку. Что ты еще делала? Ты флешку-то сбросила? Ты спала. Я уснула, прикиньте, я уснула раньше, чем... Мне не было уже сил. А она, мне нужна презентация, мне надо то, мне надо то. И я меня просто уже выключила. Я говорю, вот тебе компьютер, говорю. Она должна была сбросить на флешку свою презентацию. Я говорю, ну вот, сбрасывай. Молодец. Ты мне сказала, что ты туда монтируй, и уснула. Я типа, мам, мам, мне надо сбросить. Ага. Ага. Что, правда? Да. Я вообще такого не помню. Я говорю, мам, мне надо сбросить. Ага. Вот как мама устает за дни. Ого. Вот. Мотаюсь с ними, мотаюсь, мотаюсь, что в час ночи меня уже просто выключила. И я думаю, ладно. Начала что-то втыкать эту флешку, начала лазить по папкам. Так ты разобралась? Ты проверила она точно там? Да. Проверила. Фух, надо было меня разбудить. Что, я выключила тебе комп, а ты все равно... Мама, мам, как проверить, есть ли информация на флешке или нет? Заходи в мой компьютер. Я такое говорила, а... Да, да ладно. Ты сказала, заходи в мой компьютер, потому что... Прикол вообще. Ага. Заходи на флешку. И все? Да, да, да. Да ладно. И ты вырубилась. Я выключила тебе компьютер, когда проверила, есть ли информация. Вот, девочки, вот, дочечка. Сегодня Ника попросилась после школы пойти в этот, в кино с друзьями. Поэтому надо сейчас и денег дать. И вот она пешком из школы с друзьями пойдет в кинотеатр. Мне прям страшно. Прям отпускаю, как... Я знаю, что очень многие уже детки, ну, в ее возрасте там и на метро ездят, и все. Но я просто побаиваюсь еще. У меня мама трусишка. Ну да, трусишка. Мама, а у меня знаешь, у меня в организме есть такая аномалия, когда я засыпаю рано и просыпаюсь поздно, хоть или нормально. Я хочу все равно спать. Сильно, много. Я шутка. И я вот сейчас была бы вот такая, уснула в 2 часа ночи. Так, мои хорошие, я выключаюсь чуть-чуть попозже. Я обязательно включусь, чтобы опять не получилась болтология. Заехала в магазин за продуктами после школы. Мама дала ЦУ задания. Обычно я это делаю с Демидом. Но так как мама дома, завтра, правда, она уезжает. Но... Так, что надо купить? Я с утра... Ну, вы видели, да? Я так хотела спать, что... Голова не соображает. После косметолога еще ветеранки остались. Заживляю. Заживляю. Иду домой с покупками. И знаете, что я сейчас буду делать с мамой? Я буду пить кофе. Мы утром с мамой любим за болталками пить кофе. Класс? Молодец. Убери ручку. Ты стриптизер? Так, вот он. Мы тут хохочем, я... Дема забрал у бабушки подарок. Часть подарка на день рождения. И ушел. Я говорю, Дем, ты где? Он возвращается. Стриптизер. Возвращается в штанах с деньгами. Дайдем. Малыш. А почему ты туда денежку положил? Он будет танцором. Не надо нам танцором. Диску. Мужчины так деньги не зарабатывают. Зарабатываем. Нет, мама. Мы очень большие. Да что ты? Ты хочешь, чтобы твой внук был этим? Да, хочу, чтобы был. Сейчас я поверюду на тебя камеру. Нет. Вот это... Давай на Олю. Не надо на Олю. Давай на Олю. Я с братиком забрала так, что... Своего в руки уличку. Он стесняется. Он кажется, растесняется. Сейчас стесняется. Поехали. Я сейчас выйдет. Не выйдешь. Ну, Петя. Ну, пошути. Не хочу, чтобы... У меня только что под торпеду залезла пчела и леса. Залетела и сразу под торпеду. Как будто я так и знала, куда ей надо. Мне ее жалко, потому что мне кажется, что она умрет там. Если она вовремя не вылезет. Машину закрою и станет жарко. И она задохнется. Вот. Ну, я не туда поехала из-за того, что с тобой осталась. А там кирпич там нельзя. Там можно. Там кирпич уже давно весь. Упс. Я просто давно тут не ездила. Давай под кирпич поедем. 250 гривен, что? 250. Ты откуда знаешь? Часто под кирпичи ездишь? Бывалось. Бывалось. Мы ждем бабье лето, чтобы поехать на пляж. Или под занящее лето. Че-нибудь. Какое? Под занящее лето? Че-нибудь. Какое-нибудь, да? Не, на самом деле, так не хочется. У нас в этом году, ой, в этом году, у нас в сентябре день рождения. У Демки, у мамы, у моей и у меня. О, она вылетела только что, по-моему. Поэтому, по сути, сентябрь должен быть веселый. Но он что-то не особо-то радует, потому что солнышка мало. Понимаешь, что... А смотри, я со двора выехала, и все, нет значка. Опаньки. А вот с этого, например. Ну, теперь за ней. Все. А мне братик подарил зарядку. Ну, шнурочек. Потому что они у меня постоянно летят. Оригинал я свой потеряла. Вот. Поэтому время от времени мне покупаются и дарятся зарядочки. Шнурочки. Вот. Петя. Обнимашечки, целовашечки. Там Демка наша. У него началась истерика. Я ухожу, и все. Он орет, и прям истерически. Я не знаю, как в детский сад я буду его вести. Потому что, ну, прям вообще. То есть, он с бабушкой не хочет оставаться. А представьте, со спитателем. Так что, я не знаю, что делать. Ку-ку. Ку-ку. Конфетку хочешь? Да? Ну, я допоможу. Дем. Девчатка, пожалуйста. Демочку. Да. Да? Я собралась поехать на массаж роликовый, вакуумный. И, в принципе, я худая, но мне, ну, в общем, хочется попробовать. Это какой-то французский аппарат. Сейчас я поеду, узнаю и вам расскажу. И сделаю пост в Инстаграме. Для тех девчонок, кто меня спрашивал по поводу массажа. Я проходила курс массажа, но обычный, ручной. Сейчас вот роликовый хочу попробовать и вакуумный. Поэтому вот вам показалось полный рост. Ну, что ноги действительно как бы худые, но когда девушка худает, это не означает, что у нее нет целлюлита. Поэтому, в принципе, у меня его как такового нет, но местами кое-где есть. Поэтому хочу от него избавиться. Желаем удачи. Приятного аппарата. Нет, я не делала эту процедуру. Я делала обычные массажи. Девочки, это Наталья. Мы сейчас с ней разговаривали, я выключила камеру. Я делала обычные массажи и проходила курс, то есть ручной. Он как бы не был у меня антицеллюлитным. Он был просто как бы общим, ну, может быть, где-то с каким-то усилением на попе, например. И, в принципе, так кожа подтягивалась. А вот такой роликовый, вакуумный я ни разу не пробовала. Вот расскажи о нем. Это интересная как бы, это одна из методик массажа, потому что массажи бывают же механические, то есть аппаратные, и бывают же ручные. Поэтому это как бы уже аппаратный массаж. Мы попробуем с вами. Это вот это, да? Да, это аппарат называется Стервак, на аппарате Стервак мы будем проходить эту процедуру. Да, хорошая подтяжечная идет. Но я должна ваши ножки попробовать, ваши ножки ощутить. Так. Я не работаю только этим аппаратом, а у меня есть другая рука, которая тоже в периоде этого массажа пойдет, и все это ощущает. А вы вот расскажите тогда, что мне даст этот массаж помимо подтяжки или только подтяжку? Давайте я попробую ваше тело, потому что ваше расскажу. То есть это индивидуально? Это индивидуально. Отлично. Хорошо, договорились. Есть большие объемы, там хорошо убирается объем. У вас все хорошо. Давайте я попробую ваши мысли, что у вас. То есть есть правильный венк. То есть на аппаратный массаж можно делать и лечебный массаж. Поэтому я должна начать все это ощутить на вашем теле, и потом могу что-то рассказать дальше. Отлично. Хорошо. А вообще этот аппарат, он для, когда есть целлюлит, да, хорошо работает? Когда клипатическую систему надо ускорить. То есть эти все аппараты в массаже называются еще антицеллюлитные, алимподренажные, да, вакуумно-вольковые. Вот это их название, как говорят народе. А есть какие-то противопоказания? Ну, у вас их нету. У меня выходят проверенности на вас, и их не переносли. То есть тромбы прибиты, там, достойные в обрывании кожи. Да. Вы что-то приходите, как я сразу сказала, я должна вас ощутить. Да. Ваши мышцы. Вы вам стоите, насадочка вам была фигурная. Сейчас я сейчас вас подготовлю, у вас это дело, может, вас в разогрели. И получается, как-то, что-то массажик. Появятся такие маленькие, так, точечные, троповые зелены, да? То есть это не сосудит его, что оно, как бы, пугает, похоже на хостер. Это называется петехия. Как? Петехия. Петехия. Ну, посмотрите, да, не знаю, что это такое. Ну, это, как ваш организм, вот, в реакции данного массажа появляются какие-то такие, так, активно-пелорическое вещество, которое непосредственно теряет на каждом участке тела. Оно появляется, там, есть проблемы. Массаж показывает даже, когда видимо, такие глипатические очки. То есть можно потолчно, начиная с точечек, начиная с ножек, это пускает непосредственную систему. Ну, а вы знаете, вот, когда делаешь эту процессорку, только первый раз такие степняки, в следующий раз такие степняки, в следующий раз, какие-то были, то есть на следующем курсе, это не на следующей процедуре, а через курсе. Показать, и оно действительно как свежесть дает. Я вышла после массажа, кстати, массаж этот делается, как уже было сказано, вакуумный, он роликовый, в салоне Ваугарно, находится на Дрогожицкой 1, и сейчас там акция, сделай 9 массажей, 10 получи в подарок. Одна процедура, то есть один массаж всего тела и лица в том числе стоит 400 гривен, я считаю, это очень классная цена, прям очень классная. У меня синяки на теле, мне аж больно, но я прям ощущала, у меня тело такое прям как горело, и я не могу вам этого, наверное, объяснить, это надо попробовать, советую попробовать. Это не только, например, вот антицеллюлитный, как мы это обсуждали, как сказала Наташа, то есть мастер, она медсестричка, вот старшая медсестричка, я вообще с ней поговорила, познакомилась с такой хорошей, и у нее очень хорошие руки, потому что она не просто делает массаж роликом, она вторую руку тоже задействует, то есть получается как бы двойной массаж, и аппаратом, аппарат, кстати, французский, и руками. Я массажи обожаю, вы это знаете, поэтому этот массаж, конечно, меня впечатлил. У меня ни разу не было роликового массажа, вакуумного такого, вот, я не знала, какой он будет, будет больно, или вообще какие ощущения, что это дает. Вот, ну вот попробовала, и мне как бы понравилось. Синяки пройдут в течение двух-трех дней, потому что это не совсем такие синяки, это больше такие как небольшие кровоизлияния, вот, но это, прямо я даже сейчас ногу трогаю, мне кажется, все, с первого раза уже есть результат. Может, конечно, это самовнушение, не знаю, но мне уже как бы так нравится. Она мне прошлась, Натали, по ножкам полностью, она меня крутила справа, слева, бочком, ну, в общем, классно. По животику, по спинке, вот тут вот по ручкам, вот, и по лицу. Поэтому, ну, вот, я без макияжа, мне кажется, что я, когда ехала, выглядела хуже, чем выгляжу сейчас, поэтому прям, довольно-довольно. Все, я вам рассказала, показала, надеюсь, что вам эта информация пригодится. А я еду домой, потому что у меня мама завтра уезжает, и она мне попросила, говорит, Таня, у тебя же там есть косметика разная, говорит, мне надо то-то, 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 и в общем, сейчас я маме буду собирать такой подарок. Я ей на день рождения, у нее 11 сентября день рождения, она не остается в Киеве, она уезжает в Запорожье, отмечает день рождения с подружками, вот, поэтому я ей подарила денежку, доллары. Почему доллары? Потому что, знаете, как, не сразу потратит, потратит только, когда ей там что-то понадобится. Обычно я ей дарю или телефон, или какую-то технику, то, что ей надо. Но в данный момент мама у меня будет делать зубки, и, как бы, денежка просто нужна, ну, как бы, на зубки, можно сказать. Каждый ребенок скидывается, и маме помогает. Эти кружочки я опаливала спичечкой, и потом уже, видишь, я с бисером пришивала сюда вот эти серединки, как тычинки, и из ниток связывала ей косичку. А пресса в мотанке, это же нитки не используется. Я думаю, что мама, я думаю, что мама купила сюда в магазине. Ну, думаю, о, посадила эту, ну, как ангела-хранителя. И, ты знаешь, она все это мне показала, и я расплакалась от твоего таланта. Да, у меня лилия, скрытая камера, ага. И гордости. Это ты меня снимаешь? Зачем, Аня? У мамы нет зубов, она стесняется. Ну, через две недели будут. Че ты? Подумаешь? А это было... Тюнинг, тюнинг! Ой, это было вышито тоже вручную. А ну, давай, покажу. Это не кулечка делала. И вон цветочек, который сама сделала. О, как намотала. И у нее подкладочка такая красивая. Идем, он заглядывает. Зеленая. Чтобы пышная юбка была. Мой талантливый ребенок. А ну, покажи еще цветочек. Бисер тут, подожди. Фокус поймаю. Есть. Вот. И теперь же стихотворение свое прочти, которое ты сочинила. Хорошо. Давай, давай, идем. Иди сюда, будем смотреть. Сюда смотри. Плекайте людно-ридную мову. Вона не просто засеб для розмовы. Вона величная и стара. Вона мудра и гучна. Но мафьюный соловейнко співает. То рідна песня лунает. Вы ее не забывайте. Любите, плекайте, дбайте. Поганих слепени вживайте. Но что же будет? Что же это будет, если мы забудем мову украинскую? Не можем мы это просто так игнорувать, чтобы ее одну не оставить. Мы все знаем, что она сильная и независимая. Она безкрайя и безмежная. Сильная, витривала. И жодные слезы вона не выпускала. Бо люди умеют про нее дбать. За чистомовностью ее доглядати. И ей верши писали. Ей песни спевали. Ее плекали. И за ней доглядали. И ты мовна такая, красномовна и чиста. Моя ты девочка. Дема, хлопай, сестрички. Вот, да. Брау, брау, брау. Замечательно. Сама сочнила. При маме. Писала. Я говорю, а вот тут вот надо переделать. Она, ну, мама, это до полстиха надо переделывать. Умничка. Рисуешь как. Талантливый ребенок. Гордость. Да, у нее тут краски. А мои качки. Куаш, акрил. Это мои качки. Акрил. Это божественная коллекция акрила, моя любимая. Золото просто. Это сундук сокровищ. Начало так рано темнеть. И смотрите, сегодня опять отца с левой стороны. Это выезд из города. Какая огромная пробка. Во-первых, говорят, что это произошло в центре. Перекрыли. И, ну, просто, что в пятницу всегда пробки на выезд. Я сейчас еду. Завтра у Демки день рождения. Я сейчас еду в магазин на такое, что купить. Малой уже спит. И я вспомнила, что я не докупила. Короче, потом завтра хочу вам показать просто. Я подготовилась и подготовку не снимала. Но ничего такого грандиозного нет, не произошло. То есть я имею в виду, что Демка приболежит. Поэтому, как я уже говорила, мы там особо никак не отмечаем. Поэтому просто будут шарики, тортик, кафешечка, ничего такого. Но для малого все равно делают такой праздник, именно он любит подарки. Поэтому я готовлю ему такие мини-подарки. Машинки. И они будут спрятаны по дому. И мы будем их искать. В общем, я все рассказала. Я забыла, что я не докупила часть машинок, таких, знаете, маленьких, гоночных. Поэтому сейчас еду за ними в Сильпо. Надеюсь, что в Сильпо они будут, потому что остальные магазины закрыты. В общем, такая сумасшедшая мама, которая решила, что ночью ей нужны машинки. На этом я с вами заканчиваю. Спасибо большое, что его посмотрели. И завтра будет следующий. Завтра я буду снимать Демки на день рождения. Поэтому не пропустите. Все, всем пока-пока.